С каждым годом в городе становится машин все больше и больше, а следовательно растет число пробок и аварий. На дороге крайне важно, кто находится за рулем и насколько водитель подготовлен. Но, возможно, скоро одной автошколы в городе станет меньше. С какими проблемами столкнулась автошкола «Мастер» и какие пути решения уже найдены, смотрите далее. Уже более пяти лет в городе работает автошкола «Мастер». Два с половиной месяца занятий, 50 часов практики вождения и можно смело идти в ГИБДД сдавать на права. В этом году автошкола столкнулась с одной проблемой. Здание, которое арендуется под школу, находится во владении администрации города, а оно уже включено в план приватизации. Другими словами, здание могут продать, а как поведет себя новый владелец – неизвестно. Мы очень мало даем рекламу в газете. Самая лучшая реклама – это все-таки из уст в уста, это те люди, которые у нас обучались. И меня все-таки радует тот факт, что подготовленные 2,5 тысячи водителей за эти пять лет совершил ДТП всего лишь один. Несмотря на все трудности, Николай Завьялов вместе с сотрудниками автошколы не отчаиваются. Ведь школу в городе знают и молодежь, и взрослые. Причем, по мнению соликамцев, это как раз одна из тех школ, где после обучения сдать на права получается с первого раза. Ну, преподаватель очень хорошо все объясняет. То есть, к нему подходишь, допустим, что-то тебе непонятно, он обязательно тебе все объяснит. И как бы все, в принципе, нравится. На занятия в автошколу будущих водителей довозят специальный автобус. Стоимость обучения немаленькая, но в мастере не экономят на техническом оснащении автошколы. И что самое главное для водителей – практических занятий. Но перед тем, как сесть за руль настоящего авто, ученики 6 часов проводят на таких тренажерах. Здесь все как в настоящем автомобиле. Педали, руль, переключатель скоростей и даже ключ зажигания есть. Зафиксировали на полутора тысячах, сняли с ручника. Сняли с ручника. И теперь очень-очень медленно отпускаем сцепление. Очень медленно. Газ держим. Держим газ очень-очень медленно. Очень-очень медленно. Дальше продолжаем, продолжаем. Отпускаем сцепление. Газ держим. Итак, мы тронулись. Наша крайняя правая полоса. За помощью в решении насущных проблем автошколы Николай Завьялов обратился к депутату Соликамской городской думы Антону Суботину. А у вас планов нет возможности выкупить это здание на себя и уже не быть ни от кого зависимым? У нас в уставе не предусмотрено получение прибыли. То есть те деньги, которые зарабатываются у нас здесь, у нас все уходит на развитие нашего предприятия. На развитие, на улучшение материально-технической базы. Ну это понятно. То есть у вас сейчас нет невозможностей? У нас такой возможности нет. Желание есть, но у нас нет возможности. О серьезной на самом деле проблеме мы пообщались с депутатом Антоном Суботиным. По его словам, вариант решения данной проблемы все же есть. Во-первых, нужно сказать, что для меня, как и, наверное, для всех жителей Соликамска, очень важно то, какие водители ездят у нас по городу. Да, чтобы за руль садились люди подготовленные, знающие правила, умеющие управлять транспортным средством. То есть это все влияет на безопасность дорожного движения, влияет на жизнь и здоровье всех соликамцев, каждого из нас, детей и взрослых. Поэтому я считаю, что проблема здесь серьезная и носит она такой достаточно социальный характер, причем направлен на безопасность всех горожан. В настоящий момент я написал депутатский запрос в адрес администрации, чтобы пояснить, понять позицию администрации по этому вопросу. И я думаю, что на комиссии по экономической политике и бюджету, и дальше уже на ноябрьском заседании Соликамской городской думы мы этот вопрос рассмотрим. Говорить о том, что проблема решена еще рано, ведь изменить план приватизации или нет, зависит от мнения всех депутатов. Однако, по словам Донат Суботина, практика таких случаев уже есть. Илона Измайловна, Анатолий Соснин, телекомпания Соль-ТВ. Илона Измайловна, Анатолий Соснин, телекомпания Соль-ТВ.